Глава пятая Оказалось, оно у неё завышено. Мама, я же просила тебя, пей регулярно таблетки и контролируй давление. И Даша дала ей таблетку. Да, Даша, много работай, то в огороде, то в закрывачке. Вот и скачет давление, некому контролировать, забывают. Ты я везу, похотела, борщ будешь, только сварила. Наливай, конечно, буду. А похудела я от твоей фирменной солянки диетической, часто варила. Не увлекайся, тебе хватит уже худеть. Где же ты машину такую взяла? Купила мамочка. Неужто на швейфабрике столько платит? Нет, мама, я в частном ателье работаю, дорогие наряды шьём, для элиты на заказ. Кроме машины и квартиру подарили. Это ж за какие такие заслуги? Твоя школа помогла, мама. Переды векам везде у нас почёт. Рада за тебя, а курочку где купила? По дороге сюда встретила, когда привал делала. Мне эту встречу цыганка год назад нагадала. Уж не та ли соседская деревня? Она самая. А что ещё сказала? Сказала, что курочка моим талисманом станет, и что вернусь через год в деревню снова. Надо же, чудеса только, так ты останешься здесь. У меня месяц свободный, так что пока во время отпуска буду с тобой, а дальше на работу вернусь в город. Даша до вечера была с мамой, а потом решила проведать свою подругу Лену. Даша шла по улице и подходила к дому Лены. Увидела знакомых старушек на лавочке, те ели семечки и спросили. Какие люди? Мы рады тебя видеть. Соскучились уже, а ты за деревней не скучаешь? Мир вам. Никогда скучать, работы много. Даша, ты надолго к нам или как? На месяц. Даша подошла к дому и позвонила в звонок возле калитки. Залоела собака. Даша открыла калитку. Лайма, что не узнаёшь? Лайма замолчала и собака завиляла хвостом от радости. Даша погладила овчарку по голове. С визгом выбежала Лена из дома и бросилась на шею Даши. Как я рада тебя видеть. Я знала, что ты на днях приедешь. Гадалка правду сказала. Привет, подруга. Я тоже рада тебя видеть. Ну, пошли в дом. Лугощу чаем. С вареньем грушевым. Только сварила, закатала банки. Кружка осталась. Попробуешь, оценишь. Ну, что же с удовольствием продегустирую. Лена налила чай из липы. Ну, рассказывай, как жизнь городская. А что говорить, кручусь, как белка в колесе. Дом работа, как у многих. Заработала машину и квартиру. Молодец. А где же так платят? В частном ателье. А что на личном фронте? Тишина. А как твои дела? У меня всё по-старому. На ферму дояркой устроилась. То-то я вижу, стало как пышка. Кровь с молоком. Ну, а что делать? Молоко я с детства люблю. А то я без лупых и дела. На диете сидишь. Можно было 3 килоя прибавить. Может и прибавлю. За месяц отпуска. Что нового в деревне? Да есть новости невеселые. Одни бизнесмены наехали. За взятку с председателем сговорились. Колхоз наш ликвидировать и хотят. Списать как убыточный и построить там то ли спиртзавод, то ли комбикормовый. Не знаю точно. Ну и чем эта деревня грозит? Да всем. Если спиртзавод откроют, мужики сопьются. Наши бабы в шоке. Если комбикормовый с фермой для свиней, от запахов задохнёмся. Не положено возле дворов такое строить. Ну да. В том то и дело. А получается за взятки всех купили комиссию и в том числе. А на людей плевать. Ну и что деревня? Не может справиться с оккупантами? Воем потихоньку. Но толку мало. Бюрократии полной. Тогда надо партизанскую войну вести. Ну и кто же возглавит народ на это дело? Ты будешь атаманом бьюти? Знаю я одного бывшего полковника ФСБ. Если сами не справимся, будем его подключать. Отчаянная ты, как была, такой и осталось. Пойди, нелегко тебе было в городе выживать. Всякое бывало. Думала отдохну, а тут война снова. Деревню надо выручать. Кто если не мы? Ну и какие будут указания атаманшал? Для начала карту достань. Обрисуй картину, где офис оккупантов и что собою представляют. Надо выяснить, кто их крошует, узнать их слабое место. Предлагаешь провести разведку боем? Да только без боя, без шума и пыли. Пыль будем, если что пускать в глаза. Да, ты верно понимаешь обстановку, подруга боевая. И девчата склонились над картой. Лена рассказала все, что знала. И строили планы дальнейших боевых действий. Разведка донесла, что главарь банды оккупантов, по имени Семен, увлекается мистикой и эзотерикой. Любил смотреть программу битвы экстрасенсов. Ну, что же, это нам на руку? Сказала Даша. И что же, ты задумала? Включай интернет, ищи книги по магии и колдовству, всякие там заговоры, обряды и прочие шаманские штучки. А тебе не будет страшно, не боишься с темными силами связываться. Мы ж понарошку спектакль разыграем и покажем мне программу ту, что Семен любит. Может, что возьмем оттуда. Они посмотрели одну программу, из нее выяснили, как один колдун навел страху на весь многоквартирный дом, всякими подкладами и куклами Вуду. Это то, что нам нужно, давай куклу мастерить. А нам после этого плохо не станет. Мы же не будем на дне считать заклинания, это просто инструмент устрашения для врага. Журав большой, ему видней. Надо земли горсть еще взять. Что из кладбища? Да, нет сагорода, а враг пусть думает, что с погоста. Я поняла, объявляем психонделическую войну. Да будем писать угрозы ультиматумы, чтобы убирались пока целые из деревни. А как же почерк? Буквы наклеивать, журналов будем вырезать. Еще достань мне черных перьев и пару тухлых яиц для устрашения. Не проблема, сделаем.